Когда речь заходит о прессе и мышцах кора, то большинство людей начинает думать о кубиках на животе и представлять себе бесконечные скручивания и всевозможные планки. Но если вам немного затреться, то думать вам нужно совсем о другом. Развитая прямая мышца – это очень здорово, если вы где-нибудь на островах и хотите кадрить девчонок. Но если вы уже давно ведете сидячий образ жизни, прекратите сохранить здоровье в долгосрочной перспективе, при том, что время от времени вы творите всякую ерунду, например, помогаете другу перенести холодильник или решаете собственноручно подвинуть диван в гостиной или, вспомнив молодость, берете жену на руки и куда-то несете. Бери на руки! То вам нужно думать не о прямой мышце живота, а о косых мышцах. И если бы меня попросили посоветовать одно упражнение, которое всем нужно делать, но которое люди сейчас не делают, то я бы рассказал именно о поворотах корпуса. Дело в том, что наш позвоночник – это очень подвижная структура, состоящая из большого количества позвонков, которые могут и под нагрузкой легко достаточно смещаются относительно друг друга. Именно от того, насколько силен ваш вывученный каркас и зависит, будут ли эти смещения контролируемы или они приведут вас к какой-нибудь травме. В этом плане, конечно, трудно переоценить ту роль, которую играют косые мышцы в нашем теле. Если вы посмотрите на то, как они устроены, то увидите, что именно они отвечают за то, чтобы вы могли подконтрольно поворачивать свой корпус в одну сторону, в другую, возвращать его по центру, при том, что ваш таз остается неподвижным. Это становится критически важно, когда вы сталкиваетесь с неизвестной нагрузкой или с нагрузкой, которая превышает ваш обычный уровень. Например, как я уже сказал ранее, если вы вдруг решили передвинуть диван или помочь другу затащить холодильник на третий этаж. И, к сожалению, у большинства людей не уделяет не то, что должного внимания, а вообще никакого внимания тренировке этих мышц. При том, что чем старше мы становимся, чем менее подвижный образ жизни мы ведем, чем больше мы сидим на месте, тем важнее это становится. Потому что в критический момент мы упадем до того уровня развития этих мышц, который у нас есть. И если вдруг его не хватит, травмы не избежать. Поэтому в обязательном порядке прямо сегодня начните добавлять в свои тренировочные программы одно единственное упражнение, которое нужно выполнять на регулярной основе, постепенно увеличивая нагрузку. И это упражнение повороты корпуса с зафиксированными ногами. То есть вы фиксируете свои ноги, фиксируете таз и поворачиваете только верхнюю часть тела. Выглядит это следующим образом. Продолжение следует... Обратите внимание на два очень важных момента. Во-первых, ваш таз должен оставаться неподвижным в нейтральном положении. Вы будете напрягать нужные мышцы только в том случае, если вы будете вращать, как бы скручивать, отворачивать, поворачивать верхнюю часть своего тела относительно таза. Если же ваш таз будет так же вращаться, то, соответственно, не будет возникать натяжения в нужных мышцах, и вы не будете их напрягать, потому что одна из точек крепления у них именно к тазу. Второй важный момент заключается в том, что упражнение должно выполняться медленно и подконтрольно. Большая ошибка большинства новичков, которые даже пытаются делать это упражнение или похожие на него, например, русские скручивания, включается в том, что они двигаются очень быстро. Они подключают большое количество дополнительных мышц, которые помогают им осуществлять вращение корпуса, но при этом снижают нагрузку с целевой мышц, а именно с косых мышц живота. Таким образом, делаю упражнение гораздо менее эффективным. В данном же случае вы стараетесь выполнить упражнение максимально медленно. То есть вы должны прям чувствовать, как ваши мышцы напрягаются, натягиваются, и затем как они расслабляются по мере возвращения в исходное положение. В идеале вы должны прям чувствовать, как работают только эти мышцы и никакие другие. Именно поэтому вам нужно делать движение максимально медленно. Да, возможно, количество повторений при этом вначале будет очень небольшим. Одно, два, три повторения в подходе, но ничего страшного. По мере того, как вы будете тренировать это упражнение, по мере того, как он будет становиться сильнее, количество повторений будет расти, и вы сами заметите разницу. Более того, визуально также это упражнение поможет вам выработать тот самый V-образный силуэт, который также многим очень хочется получить. Если вам некомфортно делать это упражнение на брусьях, если они давят вам на бицепсы бедра, вы можете всегда подложить свою кофту, чтобы стало немножко помягче. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, эти прекрасные удлиненные кофты, в которых очень комфортно заниматься осенью и зимой, уже доступны на сайте нашего спонсора, магазина wargailshop.ru в синем и черном цветах. Так что заказывайте, пока все размеры есть в наличии, и занимайтесь комфортом. Ну, а если вдруг вам повезло, и на вашей площадке есть вот такая вот лавочка, где можно зафиксировать ноги, то так будет выполнять упражнение даже удобнее. Субтитры сделал DimaTorzok На мой взгляд, повороты корпуса – это одно из самых недооцененных на данный момент упражнений, которые обязательно всем нужно включать в свои тренировки для того, чтобы сохранить здоровье позвоночника и уберечь себя от травм при выполнении более сложных упражнений. Я не знаю, почему про него практически никто не говорит на просторах интернета, но поэтому я решил записать это видео, чтобы рассказать вам о нем, о его пользе, и порекомендовать обязательно его хотя бы попробовать. Это одно из тех упражнений, которые вы будете делать изо дня в день и регулярно на своих тренировках, и, может быть, не будете видеть результат. Но в тот момент, когда вам понадобится сила косых мышц, вы ее почувствуете, и тогда вы поймете, что все эти повторения были сделаны совсем не зря. С вами был Антон, канал Street Workout, и если вы хотите узнать больше информации о разных интересных упражнениях, то пишите в комментариях свои предложения и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе выхода новых роликов.